Итоги недели Что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий Как всегда в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы Человек, который болеет за дело и выполняет его не по приказу, а по совести Будни без выходных главного врача в Брестской областной больнице сенатора Александра Карпицкого Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» Что подразумевает и как работает Ремонт жил фонда областного центра – одна из составляющих большого плана Разрушаем стереотип о библиотеках Здесь читают и музицируют, разбираются в психологии и иностранных языках Готовят по рецептам любимых книжных героев 15 сентября Беларусь чествовала работников библиотечной системы В эфире «Итоги недели» мы начинаем Александр Карпицкий в нашем городе – личность достаточно известная В своем большинстве благодаря передовым достижениям, которые воплощаются на базе крупнейшей больницы области Здесь внедрялись и внедряются самые оперативные разработки В первую очередь в сфере хирургии Постоянно пополняется материально-техническая база Развивается сотрудничество с аналогичными учреждениями приграничья После избирательной кампании 2019-го Большое количество званий и регалий Александра Карпицкого добавилось и еще одно – сенатор Теперь наш герой в ответе не только за учреждения здравоохранения, которые возглавляют уже давно Добавились другие функции – сенаторские Каково быть одновременно и главным врачом областной больницы и сенатором И как реализоваться на всех этих постах в полной мере Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в вопросе Любой сложный медицинский вопрос – прерогатива настоящих специалистов Именно такие кадры сегодня подобраны в Брестской областной клинической больнице Здесь созданы все условия для точной диагностики и качественного лечения Проводится высокотехничная операция по пересадке почек, аорты, роговицы, печени Мощность стационара областной больницы составляет 992 койки В составе 26 разнопрофильных отделений и консультативная поликлиника Которая буквально несколько дней назад заработала в новом формате Теперь ее внутреннее наполнение соответствует всем требованиям времени В фойе есть инфокиоск и онлайн-табло с расписанием приема Появился колл-центр, а регистраторы разделены по профилям Курирует всю работу еще один специалист Регистратор помогает ему эту цель определить правильно Когда они выбрали эту цель, пациент получает талончик Он получает талончик и с талончиком Присаживается в новых оборудованных комфортных местах Ожидание их оборудовано 120 на сегодняшний день Этого количества вполне достаточно для того, чтобы ожидание было комфортным Такую комплексную модернизацию удалось сделать за три месяца В период коронавируса количество пациентов заметно сократилось И это время было использовано для реновации учреждения В таком виде подведомственное учреждение хотелось видеть главному врачу больницы Александру Карпицкому Предварительно достаточно долго изучался опыт в других регионах Теперь же обслуживание в поликлинике – это комплексная цифровизация и комфорт То, к чему система здравоохранения идет последние годы Мы взяли за это дело, и я считаю, что результат превзошел наши ожидания Что касается и эстетического момента, что касается практического момента Что касается отзыва уже имеющихся от посетителей Потому что электронная очередь дает возможность пациенту в спокойной обстановке Без нервотрепки дождаться своего времени посещения регистратора И получить какую-то информацию, которую мы дали в поликлинике про больницу, про болезни Поэтому, мне кажется, этот опыт удался И мы надеемся, что и дальше мы будем в таком ключе действовать в плане внедрения цифровых технологий Каждый месяц, как член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий проводит выездные приемы граждан и встречи в трудовых коллективах Очередной маршрут сенатора – тепличный комбинат «Бересте» Александра Сергеевича на предприятии действительно ждали Как представителю той ветви власти, от которой зависит принятие важных законодательных решений Ему были заданы вопросы о дальнейшей судьбе комбината и реализации продукции Здесь ратуют за то, чтобы белорусский потребитель имел больше шансов покупать настоящие овощи, непривезенные из-за границы Есть вопросы на самом предприятии, которые связаны с зарегулированностью цен на товар Директор предприятия говорит о том, что это мешает сегодня развиваться данному предприятию Потому что единая цена для всех, она сегодня неправильная Цена должна колебаться в зависимости от того, кто покупает, сколько покупает, кому это продается Тепличный комбинат «Бересте» – один из крупнейших в Беларуси производителей овощей в защищенном грунте Предприятие специализируется на выращивании томатов, огурцов и другой овощной продукции Более 30 лет отечественный производитель на рынке и имеет большое количество положительных отзывов от преданных покупателей Наряду с увеличением потребления люди с пристрастием относятся к цветовой гамме То есть желтенькие, розовые, красные, крупные, дробненькие, пальчики и так далее Вот все мы это обеспечиваем, потому что это дает нам постоянную прибавку в выручке К уровню прошлого года денежная выручка у нас увеличилась почти на 11% Встреча с трудовым коллективом также получилась достаточно плодотворной Люди задавали свои вопросы, Александр Сергеевич комментировал каждый Коронавирус, грипп, политическая ситуация в стране – достаточно большой круг тем был озвучен в рамках общения Их волнует зарплата, их волнует свое здоровье, их волнует общая ситуация по здравоохранению Их волнует общая политическая ситуация И на все это надо обращать внимание, все это надо решать Услышать каждого и уделить внимание каждому всегда непросто Но если человек не безучастен к проблемам других, если он стремится помочь, то и ему жизнь отвечает тем же Талантливый человек, такой как Александр Карпицкий, талантлив во всем И если он взялся за дело, то любой нерешенный ранее вопрос получит свою заветную точку Анастасия Нездрин, Плотницкая, Андрей Щербар, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ Говорим о том, что важно и актуально для всех нас Капитальный ремонт жилого фонда города продолжается Многоэтажки преображаются, дворовые территории становятся ухоженнее Разбиваются парки и скверы, улучшается транспортная инфраструктура Все это компоненты государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» Ее цель заключается в обеспечении комфортных условий проживания людей В первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ С одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг Программа включает в себя 8 подпрограмм, одна из которых – ремонт жилищного фонда В городе над Бугом в этом плане уже сделано немало Подробнее о том, как выполняют госпрограмму специалисты ЖРЭО И каких результатов уже достигли в следующем материале Пройти мимо яркой многоэтажки по улице Московская, 338, дробь 5 И не обратить на нее внимания практически невозможно После капитального ремонта жизнь жильцов разделилась на до и после Дом преобразился не только снаружи, но и внутри Жители дома и пожилые и молодые довольны, ведь многие проблемы навсегда остались в прошлом после реновации Дому вообще-то уже нашему 44 года И, конечно, естественно, мы ждали капитального ремонта Вид дома, конечно, был неприглядный уже, потому что время эксплуатации большое Поэтому, когда начался этот ремонт, мы, конечно, были очень... Это была для нас неожиданность, потому что это была зима, это был декабрь месяц Здесь, значит, ЖРЭО организовало собрание у нас было предварительно Все это нас предупредили, но мы, конечно, просто... Мы долго ждали, мы настолько были ошарашены, зима и ремонт, и, наконец-то, мы дождались Ну и вот результат, вот, конечно, мы такой получили Получили результат хороший, чисто вот внешний дом очень такой красивый, как теремок И внутри мы же почувствовали уже этот ремонт, какие-то плюсы, даже уже большие плюсы Я думаю, зимой мы это еще почувствуем больше Все время было у нас много вопросов с плесенью Очень мы, конечно, ждали этого ремонта, и когда дождались, были безумно рады Ремонт прошел относительно быстро, беспроблемно, ничего нас не напрягало, чтобы так сильно все было хорошо И результат, конечно, сразу ощутимый, сухо, идут дожди, все отлично, ничего не течет, углы сухие Потому что мы вытирали раньше все тряпками, поэтому мы рады, конечно, что у нас дом и красивый, и хороший, теплый, сухой Мы уже в пожилом возрасте хоть дождались такого Углы были, стекли у нас, обои были сырые, и мы делали ремонт по два раза в год А сейчас нигде не течет, и, в общем-то, очень приятно и довольны мы вот этим ремонтом В нынешнем году прелести капитального ремонта ощутили на себе многие брещания У кого-то шум и гам под окнами прекратился, работы подошли к концу, а у других все только начинается Так на набережной две многоэтажки проходят все этапы ремонта Начиная от кровли и заканчивая заменой магистральных трубопроводов в подвальных помещениях Оба объекта планируют сдать до конца нынешнего года Потому у строителей важная задача сделать все не только качественно, но и быстро Все дома у нас прорабатывались еще задолго до 2020 года Были разработаны проектно-сметная документация Были обследованы дома На основании обследования и разработки проектной документации Был составлен график текущего ремонта на 2020 год В связи с чем мы начали производство работ на этих объектах Естественно, что в ходе проведения работ мы восстанавливаем все нарушенные благоустройства Всю нарушенную внутреннюю отделку Стараемся объекты по окончанию капремонта привести в надлежащее состояние Многоэтажка по адресу улицы Набережная 16 тоже проходит этап трансформации Для качественного выполнения капитального ремонта были созданы все условия Необходимое количество людей и техники Проблема заключалась лишь в погодных условиях и оперативной уборке жильцами своих балконов С этими преградами строителям пришлось справляться быстро Ведь сдать объекты не планируют уже в конце месяца На этом объекте производились работы замена кровельного ковра полностью с утеплителем Замена ограждения балконов Ремонт производился водостроительной системы И общий строительство работ соколя и отмостки кровли В нынешнем году на 12 объектах уже завершены работы по капитальному ремонту Еще 4 находятся в процессе Основные направления, на которые строители делают акцент Ремонт кровли, фасады зданий и инженерных коммуникаций Планы закончить все в кратчайшие сроки Но возможно некоторые виды работ придется отложить Естественно, что все основные виды работ планируется закончить до начала отопительного сезона Но есть виды работ, которые будут продолжены У нас будет один объект, очень сложный довольно объект Это высотный дом по улице Набережной номер 28 Конфигурация самих расположения балконов, шахмат там в порядке И встроенное помещение, пристроенное Там немножко есть определенные сложности при выполнении комплекса работ Вот данный объект, он уже сейчас находится в работе и его завершение до конца этого года Еще один объект будем сдавать по улице Янки Купала Он будет сдаваться по сентябрю И два объекта будет сдаваться октябрь-ноябрь Итого 4 объекта мы доведем до конца года Значит, количество объектов определяется в рамках выделенных осигнований То есть мы полностью освоим деньги и закончим ремонт таким образом Вот этих 4 оставшихся объектов Государственную программу комфортное жилье и благоприятная среда Утвердили на 2016-2020 годы В скором будущем будут подведены итоги и составлен план на ближайшую пятилетку Программа комфортное жилье – это программа республиканская Она действует каждый год Да, у нее есть сроки, она была пятилетняя в 2020 году Первый этап ее такой будет закончен И уже сегодня на рассмотрении находится у нас следующий пятилетний план По комфортному жилью Перспективный план так называемый И сейчас рассматриваются уже цифры Которые будут по концу года утверждены И это будет программа комфортное жилье следующего года И так же, как и капитальный ремонт Данная программа, она периодически пересматривается соответствующими службами Поскольку уносит республиканский уровень И для всех городов Беларуси Она, так сказать, является основным нормативным документом Значит, она будет выполнена Как и в этом году В принципе, мы выполняем все показатели комфортного жилья За исключением вопроса капитального ремонта Которые вынуждены тут отталкиваться от денег и объема в работу Учитывая, что каждый человек хочет жить в доме, который на сегодня соответствует уже духу времени Соответственно, конечно, стоимость капитального ремонта, она возрастает Хотя есть расчетные доведенные показатели стоимости квадратного метра Он может быть превышен в некоторых случаях Но там есть ряд условий, которые это допускают Поэтому желаемые и действительные не всегда совпадают Но, тем не менее, в целом программа «Комфортное жилье» по нашему предприятию выполняется Подготовку к осенне-зимнему периоду структурные подразделения ЖКХ начали заблаговременно Правда, без отставаний не обошлось Пандемия практически на треть сократила обозначенное время Но, несмотря на все преграды, очередной отопительный сезон, как отмечают специалисты, должен пройти в штатном режиме Работники Республиканского унитарного предприятия «Брест Энерго» и унитарного предприятия «Брест Облгаз» После проведения необходимых работ по подготовке Сегодня продолжают контролировать надлежащее состояние оборудования Мы побывали на предприятиях и узнали, как велась подготовка к отопительному сезону и какие задачи были решены ТЭЦ – огромный комплекс западной части города, который является центральным узлом большой цепи сообщения Именно сюда стекается вся оперативная информация о складывающейся ситуации с горячей водой и водоснабжением Диспетчер в режиме реального времени отслеживает основные показатели и в экстренных ситуациях принимает оперативные решения Работа ТЭЦ велась и летом, в межотопительный период Потребность города в горячей воде никто не отменял И обеспечить это необходимо было с оптимальным расходом топлива Параллельно велись работы по замене труб и коммуникаций там, где это было необходимо В этом году у нас, конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой усложнился ремонт тепловых сетей То есть получилось, что до середины июня мы не отключали ни одной тепловой сети, чтобы обеспечить горячее водоснабжение всему городу Но это, считайте, два месяца, которые мы потеряли в начале Нам нужно было наверстать все тепловые сети, успеть реконструировать То есть мы реконструировали в этом году, перевешли на ПИ-трубы полтора километра сетей И четыре с половиной километра сетей мы отремонтировали в обычном исполнении, то есть заменили участки Также провели плановые испытания на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет И испытания на гидравлическую плотность, которые обязаны мы каждый год перед отопительным сезоном проводить Главная задача, которую выполняют представители Брестских электрических сетей Обеспечение надежного электроснабжения объектов хозяйствования и населения западной части области Сегодня здесь на балансе около 230 тысяч абонентов, каждый из которых ждет бесперебойную работу всех приборов и систем, нуждающихся в электроэнергии Для этого в зоне обслуживания функционируют более 50 подстанций, каждая из которых должна обеспечивать в полной мере выполнение всех необходимых показателей в осенне-зимний период Выполнены следующие виды работы Прежде всего, это приведены схемы в соответствии с схем электроснабжения потребителей в соответствии с категорийностью Особое внимание уделяется потребителям первой и первой особой группы категорийности по надежности электроснабжения Это объекты здравоохранения, жизнеобеспечения Проверена работоспособность автономных источников электроснабжения, дизель-генеракторов Своевременно выполняется работа по ремонту воздушных и кабельных линий Замена изношенных физических кабельных линий на сегодняшний момент порядка 7,5 километров Подготовка к осенне-зимнему периоду включает в себя профилактику воздушных линий, а их около 8000 километров А также проверку либо ремонт коммуникаций, которые находятся под землей Каждая ситуация тщательно анализируется, и если проблема есть, то ее решают эффективно, чтобы не возвращаться к ней в течение нескольких лет Конечно, наиболее типичные и чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в осенне-зимний период Специалисты Брестских электрических сетей стараются предупредить Но на крайний случай разрезённая сеть даёт возможность запитать линии из других источников электроэнергии Самое страшное для энергетиков, да, это стихийные явления прежде всего Это сильные паралитры, ветры, это град, дождь Здесь происходят массовые отключения воздушных линий 10 киловольт на 4 киловольта Самое страшное, конечно, когда отключается питающая сеть напряжением 110, 220, 330 киловольт Тогда отключается не один населённый пункт, не одна трансформатная подстанция, а 20, 30 и 50 Страдают не только население, но и важные, скажем так, предприятия промышленного сектора Безопасность энергосистемы заключается в том, что питающая сеть вся закольцована То есть при отключении одной линии мы можем с другой стороны подать всегда напряжение Специалисты унитарного предприятия Брестоблгаз тоже готовились к холодам Подготовка теплоисточников, потенциально опасных объектов и газораспределительных пунктов Три направления, по которым строилась работа По словам специалистов, план мероприятий по подготовке к отопительному сезону Был разработан на основе анализа результатов прошлого осенне-зимнего периода А для безаварийного прохождения холодного времени года Разработали и план ремонтных работ энергетического оборудования Предприятиям получено 90% паспортов готовности теплопотребителей И 100% паспортов готовности теплоисточников Значит, хочется ещё отметить, что УП Брестоблгаз разработан И согласован с местными органами власти и заинтересованными предприятиями График отключений и порядка ограничений На случай ограничения поставки природного газа В Республику Беларусь и аварийных ситуаций Все работы подготовительные по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года Планируется завершить до 20 сентября текущего года Так что уже не за горами Условная дата старта отопительного сезона 15 октября Однако, если того потребуют обстоятельства Тепло может поступить и в дома и раньше И к такому развитию сценария представители структурных подразделений ЖКХ готовы Ирина Кузьмич, Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич Специально для программы «Итоги недели» Действительно, к осенне-зимнему сезону готовятся все службы И это неудивительно, ведь от качества проведенных подготовительных работ Зависит, будет ли бесперебойной работа в период холодов А потому уже весной, сразу после окончания отопительного сезона Разрабатывается и начинает реализовываться комплекс Организационно-технических мероприятий По подготовке электротеплоустановок и тепловых сетей к работе в новом периоде Каждому потребителю, теплоисточнику Устанавливается конкретный срок регистрации паспорта готовности А контролируют этот процесс сотрудники Государственного энергетического и газового надзора Без так называемого грифа «одобрено» специалистов этого предприятия Начать осенне-зимний сезон невозможно Следующий материал выпуска о том Как работают инспекторы энергонадзора и на что обращают внимание У специалиста филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Нет сезона, когда вздохнуть можно спокойно Весна, лето, зима и осень Каждый период напряженный, особенно осенне-зимний Ведь потребитель энергии, тепла и газа Будь то предприятие, либо физическое лицо Хочет всех благ цивилизации без перебоев и катаклизмов А потому в зоне внимания несколько аспектов, требующих серьезного подхода Красной нитью они проходят в директивных документах правительства Республики Беларусь И именно на них нацеливает, настраивает руководитель предприятия Олег Дейко Это качественная организация эксплуатации оборудования и его техническое состояние В первую очередь, конечно, обращается внимание именно на техническое состояние Потому что именно техническое состояние в первую очередь может повлечь угрозу жизни и здоровью человека Поэтому, разумеется, смотрится, чтобы не было открытых только ведущих частей Чтобы не было открытых, не теплоизолированных частей Которые могут нанести непосредственную травму при прикосновении Ну и, разумеется, должны быть выполнены ряд мероприятий Такие как электрофизические измерения Испытания на плотность и прочность трубопроводов Которые тоже, в свою очередь, пусть и косвенно, но все же влияют на безопасность Безопасность – приоритете Игнорирование правил использования, эксплуатации, например, газового оборудования Может привести к печальным последствиям А потому процесс мониторинга достаточно серьезный Инспекторы работают группой Всего в Брестской области предприятий Использующих подобного рода оборудования свыше тысячи И ни один нюанс не ускользает от бдительного глаза комиссии В медицинском центре новое зрение – все готово Все в надлежащем состоянии Здесь понимают, что значит безопасность Новое зрение готово, полностью тепловой узел Очень хорошо все сделано Манометры проверены, термометры тоже Испытания провели, все хорошо, без порывов Это как образец, очень хорошо посмотреть Но есть похуже, есть получше У каждого как бы свой Все стараются сделать его как вот у нового зрения Основная задача – это досконально проверить все те объекты В которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование Где производится отвод продуктов сгорания То есть это проточные водонагреватели А также инкосные водонагреватели Которые установлены в многоэтажном жилищном фонде Вот мы больше всего делаем упор на эти вот объекты И там основной задачей стоит проверка 100% системы дымоудаления Имеющимся составом, персоналом Мы производим обследование А также осматриваем степень готовности К работе в отопительный период Ну и как они готовы? В принципе они стараются Мы им подсказываем, если где-то какие-то вопросы возникают И доводим дело до логического конца Чтобы у них зимой как можно меньше случилось каких-либо проблем Есть много документов, которые регламентируют Порядок подготовки предприятий, организаций К работе в осенне-зимний период Но эти документы не исключают человеческий фактор И тот руководитель, который понимает всю важность этого вопроса Никогда не будет надеяться на русское авось Пронесет и не оставит все на потом Принцип «Готов сани летом, а телегу зимой» все еще работает Разумеется, что все понимают важность самого процесса И поэтому они подходят в достаточно ответственность Но нигде не исключается человеческий фактор Поэтому многое все-таки зависит как от первого руководителя Так и от работников энергетических служб Процентов 5-10 оставляют, конечно, всю подготовку на последний момент И надеются вскочить в последний вагон уходящего поезда Но мы со своей стороны постоянно тоже поднимаем требовательность Потому что все-таки подготовка КОЗП в наших климатических условиях Это очень серьезные процессы Поэтому мы не можем позволить, чтобы в течение отопительного сезона Происходили какие-то события, к которым мы не готовы, скажем так В последний вагон никогда не позволяет себе вскочить руководители компании «Бокинком» Вместе с инспекторами мы побывали в бизнес-центре «Брездделовой» Котельное хозяйство в полной боевой готовности Осмотр у нас будет теплового пункта Водно-распределительного устройства на соответствие требованиям Как устройства, так и организации эксплуатации данных энергоустановок Группа инспекторов, внимательно изучив всю документацию Придирчиво осмотрев все оборудование на соответствие установленным нормам Вынесла свой вердикт Специалисты филиала Госэнергогазнадзора Побресской области дают свое добро Наше руководство, в том числе наш главный руководитель, инвестор Он, естественно, относится с пониманием Особенно к безопасности и техническим вопросам Нас же закупаем передовое оборудование В данный момент у нас котельные откомплектованы именно котлами Будерус, Висман Которые работают в режиме безопасности Заключены договора у нас с Мержей газом Это по газовой части обслуживания как специализированной организации И заключены с компаниями, которые имеют соответствующие сертификаты МЧС На обслуживание тепломеханического оборудования И регулярно, естественно, согласно графику У нас графики предоставлены здесь Проходят проверки Проверки не боитесь? Нет, конечно, что бояться Если у нас, ну, как будто все хорошо Надеемся Еще один аспект работы специалиста филиала Госэнергогазнадзора Побресской области Воздушные линии электропередач В последнее время в Беларуси фиксируются несчастные случаи К которым привела человеческая беспечность Прежде всего специалисты предприятия подчеркивают, предупреждают Ни в коем случае нельзя проводить какие-либо работы под линиями электропередач Запрещено рыбачить и вообще находиться в зоне их расположения запрещено Причинами, как и всегда, являются со стороны работников организации Это невыполнение требований инструкции по охране труда Но с гражданами это личная неосторожность То есть, ну, нет у наших граждан, несмотря на всю работу, проводимую нами информационную Нет чувства опасности перед электроустановками Особенно перед воздушными линиями электропередач Помнить о безопасности своей близких соседей следует и владельцам частных домов Простая, на первый взгляд, беспечность может привести к очень нехорошим последствиям А предприятия Брещины в своем большинстве к началу осенне-зимнего периода Готовы, правда, некоторым руководителям все-таки следует самоорганизоваться И учесть все замечания специалистов филиала Госэнергогазнадзора Побресской области Иначе паспорт готовности получить не удастся Считаю своим долгом еще раз напомнить, что в соответствии с правилами Не допускается оформление регистрации паспорта готовности после 30 сентября текущего года С нашей стороны все наши структурные подразделения по предварительным заявкам будут работать в выходные дни Для того, чтобы ускорить этот процесс и его не задерживать За безопасность нужно платить, а за ее отсутствие расплачиваться Это слова Уинстона Черчилля Помните об этом А сейчас о других событиях и мероприятиях А их на этой неделе было достаточно 18 сентября для представителей православного мира – важная дата В этот день верующие вспоминают подвиг преподобного мученика Афанасия Игумена Бресского Традиционно в городе 18 сентября совершался крестный ход В этом году из-за эпидемической ситуации мероприятие не состоялось Однако прошло торжественное богослужение Участие в котором принял новый глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский Изославский Вениамин Важное событие было ознаменовано еще одним приятным моментом В год 30-летия Бресской епархии состоялось гашение марки с изображением Афанасия Бресского Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему Сотни верующих решили провести это пятничное утро в молитве вместе с настоятелями церкви День памяти преподобного мученика Афанасия в этом году был не таким теплым Однако общая молитва согревала людей, давала силы и надежду Конечно всегда в таком добром начинании есть те, кто только присоединяются к богатому православному миру Но большинство все же тех, кто в этом большом духовном коллективе не в первый раз И каждый год молится за мир и бодрый дух для всех людей Бреста Настроение такое трепета Трепета такого перед святыней Другого такого настроения не может быть Очень важно этот день, что действительно наш брестский покровитель, белорусский покровитель Он действительно нас заряжал таким позитивом, что мы действительно с радостью идем И продолжаем династию из года в год идти крестными ходами и почитать его И верить, и с такой же крепкой верой мы дальше будем идти за Христом Мы недалеко живем, это наш покровитель нашей земли Это счастье, когда жить возле такого монастыря, возле нашего покровителя, святителя нашего Фанасия Брестского Очень радостно на душе Это просто непредаваемо Это такое тепло на душе Всегда радость, всегда-всегда О жизни преподобного Фанасия известно из Диариуша Его дневника записи с приложением сочинений, грамоты, писем После смерти Афанасия Диариуш был дополнен монахами Семеновского монастыря Описавшими последние дни и мученическую смерть святого Чтобы сегодня, спустя несколько сотен лет, на месте его кончины появился монастырь Где свято будет храниться память заступника православной веры Приятно и радостно, что жители Брещины, они сохраняют это духовное наследие, привношают Им много дано, но многое спросится И Брестская епархия, по многим показателям, она идет впереди И дает такие прекрасные инициативы, которые можно перенимать и в других епархиях Но в то же время у нас, слава Богу, в целом в пределах Агазархата Жизнь церковная развивается И, в общем-то, есть надежда, что когда-то мы выровняемся Все-таки будем догонять Брещину в других регионах И важно, чтобы и Брещина делилась своими наработками Чтобы все были воедино, едиными устами славили Господа Жизнь игумена Свято-Семеновского монастыря является примером искреннего служения Богу и людям Символом преданности вере и любви к своему Отечеству Большой духовный праздник объединил православных не только из Бреста, но и из других городов Беларуси Ведь быть ближе к друг другу, ценить и любить то, что имеешь, и тех, кто рядом Вот главное счастье для каждого, кто верит, надеется и ждет помощи и заступничества от покровителя земли Брестской Вместе в этот день на торжестве на богослужении были не только представители церкви, но и руководство города По мнению первого заместителя председателя горисполкома Вадима Кравчука, сегодня это сотрудничество важно особенно От имени городской власти, председателя городского исполнительного митета Александра Степановича Рогачука Приветствую вас с первым официальным визитом в город Брест и уверяю, что всегда будем рады вас видеть и открыто обсуждение вопросов веры в нашей древней земле Прошлый год для нас был годом тысячелетия, состоялись множество ярких событий, за которые весь город благодарен Брестской епархии, 30-летие возрождения, которые мы также празднуем в этом году Услышали слова на пусты прихожане и от архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна Благодарю всех вас, дорогие братья, отцы, братья и сестры, за совместную молитву, за то, что вы откликнулись, несмотря на то, что есть, так сказать, опасность и болезни И сегодня солнышко пригрело, но ветер холодный дует, я думаю, что нас согрела молитва И вы не очень замерзли, не замерзли? Нет! Спасибо, Господи! Бог в помощь вам доброго, всем вам здоровья! И я не могу не сказать тех слов, которые радуют всех нас, потому что для нас всегда этот день, это торжество православия, торжество нашей веры И хотел бы приветствовать и вас, владыка митрополит, и вас, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас, пасхальными словами Христос воскресе! Христос воскресе! Первый визит митрополита на Брещину знаменовался еще одним важным событием В торжественной обстановке здесь состоялось гашение марки в честь Афанасия Брестского Свои подписи на первых конвертах оставили все почетные гости И теперь, благодаря письмам, о нашем Брестском покровителе будут знать больше во всем мире А 15 сентября в Беларуси отметили День библиотек Праздник отражает то уважение, которое испытывает каждый из нас к людям этой профессии За последние десятилетия функции библиотеки и ее предназначения кардинально изменились Да, помощь в подборе литературы, как одна из фундаментальных позиций, осталась Но к ней добавились еще организация мероприятий и кружков, научно-исследовательская и издательская деятельность Список может продолжаться и продолжаться, но сегодня в нашей программе мы покажем библиотеку и ее сотрудников с другой стороны Расскажем о тех проектах и инициативах, которые позволяют привлечь людей к чтению, а также развивают их творчество Помогли нам в этом представители сразу двух учреждений Областной библиотеки имени Максима Горького и Городской библиотеки имени Пушкина Сюжет под грифом «Не формат» от Анастасии Ноздрин-Плотницкой Нет, это не тизер к глобастеру с участием знаменитых голливудских звезд Это новый формат общения областной библиотеки с аудиторией посредством интернет-роликов Презентация нового проекта «Некнижные люди» знаменовала начало торжественных мероприятий в профессиональный праздник Участники в некотором роде реалити-шоу – авторитетные представители разных профессий, которые рассуждают о функциях библиотеки в 21 веке С помощью нас и других людей, наших читателей, мы вот этот стереотип попытаемся в этом проекте сломать И доказать, что библиотека – это здорово, это всегда актуально И на данный момент библиотека – это та информационная площадка, интеллектуальная, культурная площадка, которая сегодня идет в ногу со временем Между тем, оставаясь и раньше, и сейчас храмом мудрости и храмом знаний Разговаривали ли вы когда-нибудь с ребенком о том, что наступает после того, как уходят близкие? Что значит первая влюбленность и как наладить диалог с окружающими? Не всегда можно найти нужные слова, и в этом отличным помощником будет хорошая книга Подобрать которую поможет компетентный библиотекарь, который теперь и немного психолог Детская литература, она не так проста, как кажется Что детская литература, она очень важна для взрослых Потому что она поднимает достаточно сложные темы и объясняет, как на эти темы говорить с детьми И если они придут и будут ходить постоянно к нам, это замечательно Это значит, что литература не теряет ничего Ну, в том плане, что она приобретает читателей и люди не уходят в интернет, как об этом говорится очень часто Когда-то, когда я приехала в Брест, конечно, я в первую очередь записалась в эту библиотеку У меня был читательский билет, сейчас я обхожусь своими какими-то связями, своими возможностями интернета И, конечно, друзьями, которые у меня в Петербурге, у меня дочь работает в Мариинском театре Поэтому я как бы покупаю много литературы и, конечно, сотрудничаю с библиотекой только в рамках своих проектов, которые я делаю не одна, естественно Язык музыки библиотекарь Горьковки также освоили Сегодня в отделе искусств есть немало редких пластинок, дисков, кассет, где собраны лучшие произведения музыкального фонда зарубежья и Беларуси То, что теперь активно изучают люди творчества Это лаконичность, это певучесть, это эмоциональность То, что передает музыка закрытыми звуками, может перейти в литературный и, конечно, в поэтический язык Конечно, творы, так сказать, литературы, поэзии постоянно сопровождают музыкальную культуру Это оперы, это вокально-инструментальная музыка То есть мы постоянно с этим связаны и изучаем этот процесс вместе с музыкой Если цепочка иностранных слов замкнулась, самое время изучить большую перечень пособий, которыми обладает библиотека в оригинале Есть здесь как учебники для изучения языка с нуля, так и оригиналы зарубежных произведений для тонких ценителей Библиотекарь и лингвисты подберут то, что нужно именно вам, причем как в печатном, так и в электронном формате, в режиме онлайн Пользователями областной библиотеки ежегодно становится около 48 тысяч читателей Причем треть от этой цифры получают информацию, пользуясь электронными библиотечными ресурсами Обращали ли вы когда-нибудь внимание на рецепты, описанные в книгах классиков? Если нет, то для вас уникальная разработка Литературная кухня – проект работников городской библиотеки имени Пушкина Открывая свою страницу в социальных сетях «Читающий бульвар» Наткнулись на то, что в произведении классической литературы Очень многие произведения пропитаны духом того времени, соответственно, и рецептами И мы решили создать такую подрубрику, которая, я думаю, будет очень увлекательна нашим читателям Это «Попробуй книгу на вкус» И пробовать мы сегодня будем насыпной пирог по мотивам произведения Ивана Бунина «Антоновские яблоки» В этом произведении настолько вкусно, ярко, сочно автор описывает «Антоновские яблоки» И вместе с этим он грустит о прошедшей эпохе дворянства То есть каждое его слово, хоть оно и написано в прозе, но звучит как поэзия Что нужно для приготовления? Конечно же, знаменитые «Антоновские яблоки» Мука, манка, сахар и хорошее настроение Сначала на терке необходимо измельчить яблоки и засыпать их сахаром После создать тесто На самом деле, 30 минут времени стоили того, чтобы на выходе получилась такая красота Еще и вкусная Мы достаем наш уже готовый пирог Он уже испекся Вот он, такой красивый Сейчас мы его посыпем корицей, сахарной пудрой И можно подавать к столу Действительно, за чашечкой чая, да с таким кусочком вкусного осеннего пирога Так и тянет взять в руки книгу и узнать, что думал о таком рецепте сам автор А те, кто хотел бы открыть и другие литературно-кулинарные новинки Ждут на страничках в социальных сетях В режиме онлайн можно найти и другие, не менее интересные блюда Библиотеки по иному открывали для себя Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович и Александр Макаревич Итоги недели Далее о погоде Партнер сегодняшнего прогноза погоды Растительный препарат при кашле из Германии Проспан Для взрослых и детей с двух лет Проспан оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению Для удобства применения две формы препарата Проспан Капли и сироп Не содержит красителей и сахара Проспан Сила природы против вашего кашля Я, Ирина Кузьмич, прощаюсь с вами Всего вам самого хорошего И, конечно же, берегите себя И будьте здоровы Препарат при кашле из Германии Проспан Разжижает и выводит мокроту Облегчает дыхание Не содержит красителей и сахара Для взрослых и детей с двух лет Мама знает Папа знает Проспан от кашля при простуде помогает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова